здравствуйте дорогие друзья мы сегодня поговорим об огурцах уже не первый раз мне пишут на канале в ютубе и на страничке вконтакте наталья год какой-то в этом году не огуречные огурцы никак не растут если появились завязи то они либо отваливаются либо они замерли в росте и не получается ничего скажите чем подкормить как их простимулировать чтобы все-таки собрать какой-то урожай дорогие друзья я вот ну в каждый год с огурцами не было еще такого чтобы у меня огурчиков не было а погодные условия сами понимаете очень очень разные вот в этом году у нас жара была засуха страшная май был холодный и очень поздно я свои огурцы посадила я специально это сделала поздно потому что почва была холодная и вот кто посадил раньше у них уже больные огурцы стоят они с какими-то желтыми листьями так далее то есть вот первый принцип который нужно всегда соблюдать это не торопиться сажать огурцы в холодную почву вот отсюда могут быть очень большие проблемы и с корневыми гнилями когда а у огурцов вянут листики да и с тем что просто рано развиваются болезни и у вас листья начинают желтеть потому что все патогенные грибы они обитают в почве а если почва холодная влажная то там вот как раз раздолье вот этим вот всем всем грибным инфекциям это первый момент что не надо торопиться и высаживать рано огурцы второе это нужно подбирать качественные сорта и гибриды я уже который год выращиваю сорта и гибриды аэлиты а в этом году я посадила только гибриды и не просто гибриды а вот знаете они называются супер гибриды 21 века вот на каждом пакетике здесь есть такая блестящая надпись вот она супер гибрид 21 века почему они так названы а потому что вот все они прошли так называемое народное тестирование фирма аэлита устраивает народное тестирование через страницу вконтакте там идут отзывы всевозможные да и по результатам вот этих отзывов те или иные гибриды получают какие-то знаки отличия и вот здесь вот смотрите например шпингалет он имеет знак качества народного тестирования который проводил в 2019 году очень хороший гибрид много урожая я с него собираю это у меня под номером 5 идет и вот под этими номер очками кстати сказать я все эти гибриды все эти семена замачивала в тряпочки потом я вот уже проросшими семечками сажала по стаканчиком по отдельным и дальше уже у меня рассада получалась такая хорошая с хорошей корневой системой она у меня не страдала при пересадке и когда я уже посадила я поздно посадила вот не 30 ли мая и меня не болели они нисколько очень очень быстро пошли в рост так вот дорогие друзья вот шпингалет например да вот этот вот гибрид он созревает через 40 42 дня если вы соблюдаете условия если у вас не холодная погода то вот будьте уверены через 40 дней точно вы получите плоды и между прочим есть еще советы ослеплять нижние пасынки у этих огурчиков нижние пасы пазухи листьев ослеплять я никогда этого не делаю я всегда оставляю там огурчик и один листочек и у меня уже вот первые плоды я получаю прям вот практически на земле дальше вот веселые гномики это у меня под номером 4 идет он более ранний через 38 дней можно собирать уже плоды и что объединяет вот все вот эти гибриды они все пучкового типа и вот знаете еще что мне говорили вот эти вот огурцы вот веселые гномики там другие какие-нибудь пучковые да мне говорят а их сложнее выращивать к ним надо определенную формировку применять значит там особым образом подкармливать и так далее иначе пучковости у вас не будет и вообще урожай будет слабый дорогие друзья совершенно не так то есть вот что значит пучковость это значит что в одном узле в одном вот этой в одной пазухе листьев а созревает по несколько этих завязей вот тут вот в среднем 4-6 завязей да а вот на некоторых написано вот как 5 звезд например да здесь до 12 завязей и вот эта пучковость она естественно в таком количестве проявляется при идеальных условиях при идеальном уходе но я в этом году вот все возможные правила нарушила я не формировала я не удаляла лишние вот эти вот боковые побеги да и честно скажу что и практически они у меня там плети вот эти вот мало подвязаны то есть обычно я каждую боковую плеть подвязываю на отдельный шпагатик сейчас у меня там вот такие заросли тем не менее это пучковость есть понимаете то есть это просто очень хорошие качественные гибриды пучкового типа я не знаю какие вы сажали пучковые но у меня с аэлитовскими семенами все очень хорошо получается вот пожалуйста все пучком он так называется да и пучочки эти вот можно видеть на растение все будет замечательно у вас про формировку вот тут фирма элита даже сама показывает как нужно формировать то есть это вот первые такие зоны нижние там идет формировка такая что оставляется буквально там один лист об этого бокового побега дальше идет прищипка дальше два листа три листа оставляется идет прищипка чтобы растение сами себя не затеняли вот я в этом году этого не делала и тем не менее у меня получается замечательная вот такая вот урожайность вот пять звезд тут прям на самый на самой упаковочке видите сколько этих пучков да бабушкин секрет отличный гибрид я его уже не первый год выращиваю и все просто прекрасно получается да вот веселые гномики пожалуйста еще видите тоже всю пучковость это сохраняется между прочим они у меня эти огурцы растут и в теплице и в открытом грунте я говорила что сеяла каждого вот этого гибрида по две семечки да и получается что из каждой вырос росточек из каждой получилось вот это вот моя рассадинка такая да и я их посадила и в теплицу и в открытый грунт теперь о расстоянии это тоже очень важно для урожайности я сажаю на 6 метровую грядку 8 огурцов вот считайте через какое расстояние они меня посажены я очень часто встречаю рекомендации как правильно сажать огурцы и там показана посадка дорогие друзья не делайте так никогда я бы вот на некоторых фотографиях даже не через один а через два бы убрала то есть там лишнего очень много и вот от этой загущенности у вас может снижаться урожайность потому что тонкие плети которые выросли без хорошего освещения они не дают завязи они не дают плодов вот вот чудо хрустик тоже посмотрите какая пучкова здесь показана это не просто фотографии это так реально и есть если вы приедете в агрофирму аэлита я там бываю каждый год еще не по одному разу то вот эта пучковость она еще больше там проявляется потому что еще раз говорю мне не хватило времени для формировки правильной но тем не менее урожайность замечательная вот эти огурцы мы собирали буквально вчера сейчас мы с вами пройдем в теплицу и посмотрим сколько я еще огурчиков смогу насобирать если вы конкретно вот не найдете вот этих вот гибридов о которых я вам сейчас вот говорила да сейчас они у меня растут это шпингалет это все пучком это пять звезд веселые гномики бабушкин секрет и чудо хрустик да вот их 6 то пожалуйста берите другие гибриды тоже они также называются гибрида 21 века вот например это детки на ветке вот это корнишон закусон вот так очень хороший кстати я из них маленькие баночки делаю из этих корнишончиков прям хрустящие именно такие замечательные маленькие огурчики дальше вот кузя очень урожайный и наконец великолепная пятерка тоже ее сажала одно из первых 38 42 дня вот такая быстрая уже быстрое такое плодоношение наступает вот дорогие друзья чудо хрустик и пакетик вы видите и вот эту этикеточку которая делала считаем пучковость 4 завязи здесь и вот одна маленькая и вот там уже ножки такие желтенькие это значит что здесь были уже сорваны огурчики вот ниже пожалуйста смотрите вот три завязи висят два или три тут уже снято то есть видите пучковость на лицо несмотря на то что вот такие заросли и вот выше это все но пожалуйста все эти огурцы действительно такими пучочками завязываются и сейчас я вот поснимаю дальше вот тоже пожалуйста видите это другой сорт поскольку видно что бугорчатость другая вот уже практически готовый огурчик а здесь вот еще две завязи ну и на остальных тоже какие здоровые листья это несмотря на то что мне присылают фотографии из нашей же местности что вот здесь уже на огурцах сплошные пятна теплица у меня постоянно проветривается даже несмотря на то что сейчас вот похолодало я не закрываю обе двери у меня открыты ну вот мы вышли на улицу это грунтовые огурчики и вот она пожалуйста пучковость проявляется и здесь несмотря на то что были такие перепады температур от жары до 11 градусов в ночные температуры видите все прекрасно не бойтесь оставлять теплицу открыты и тогда огурцы у вас будут меньше болит всем хороших урожаев хороших надежных заготовок ну и пишите свои отзывы если вы уже пользовались вот такими семенами от аэлиты я обязательно их сохраню у себя ваши отзывы и может быть вы будете участвовать в конкурсе который будет опять проводиться я так думаю где нибудь а в канун нового года всем хорошей погоды хрустящих и вкусных огурчиков а а а а а а а то а а а а т ты т а Субтитры подогнал «Симон»